170 хозяйств и более 500 человек, которые проживают на территории Хасавертовского района, но числятся как жители Ахвахского. Поселение Хариб существует без определенного статуса уже много лет. За справками, приходится ехать в горы, медпункт находится за несколько километров. Вдобавок, отсутствие нормальной дороги делает же селян почти невыносимой. Луиза Раджабова продолжит тему. Сегодня нашу встречу, хорошее, доброе начало превращать в балаган я бы не хотел. И вам не рекомендую это дело. В Харибе две беды – плохие дороги и равнодушие властей. К деталям. С позволения сказать, так называемый клуб, который больше напоминает сарай, где проходит собрание, служит ярким примером того, как обстоят дела у харибцев. И здесь же звучит главный вопрос, волнующий местных жителей. Так село мы или не село? 170 хозяйств живут вместе без определенного статуса. Этой земле же надо дать оценку. Она в озеро превратилась или в лес превратилась, чтобы дать ей статус лесного хозяйства или рыбного хозяйства. Я в моей имуществе был, я им говорил, дайте мне документ, подтверждающий, что этот земельный участок относится к тем землям отгонного животного общества, чтобы придан статус земель отгонного животного общества. Дайте мне документ, подтверждающий. Они мне не дали никакого ответа. Главная беда – дорога, которая вперед в межсезонье становится непроходимой. В случае, что, скорая сюда не доедет. А учитывая, что в харибе нет еще и медпункта, картина становится и вовсе печальной. Как вы не можете меня принять? У меня ребенок, у меня к лоруна. Вы к нам не относитесь. Вот, говорит, компьютер, специальная программа. Говорит, езжайте в карабель. Любой гражданин, любой больной имеет прикрепиться к той поликлинике, к которой ему удобно ходить. Отказывает. Отказывает, знаете, почему? Отказывает почему? Потому что один участковый врач должен обслуживать терапевт приблизительно где-то 1500 человек. А педиатр – где-то 800 человек. Ну, штат и раздает Минздрав. Что за издевательство? Чтобы обследоваться, нам приходится ехать в горы. Туда, далеко, в Ахвахский район. Здесь, в Хасавюртовской поликлинике, нас отказываются принимать. Объясняет это тем, что наши медицинские полюсы выданы в Ахвахском районе. Не надо нам оттуда их выдавать. Выдавайте здесь. Создайте нормальные условия для людей. В местной школе не хватает учителей. В Харибе нет спортзала, детского сада. И это несмотря на то, что в селе около 80 детей. Младше до школьного возраста. Как глава не имею права. Как глава, я не должен садоваться. Он даже не имеет права садовым копейку вложить. Хотя мы получаем. И он получает деньги, исходя из ваших голов. Каждый человек с ними считает, деньги поступают. Так, село Хариб или прикутанное хозяйство? Споры идут до сих пор. Хотя закон, согласно которому харибцы должны были жить в селе, был принят в 2004 году Народным собранием Республики Дагестан. Пункт номер 6. О статусе и границе. Если статус земли все еще не принят, и харибцам не положена удобная жизнь, то куда идут налоговые отчисления? Как же сюда могли провести газ? Все говорят, на зонах отгонного животного отства запрещается строить капитальное строение или что-либо. Что-либо вообще. Закон, когда был принят. Закон земель отгонного животного отства принят. И вступил в закон в 96-м году. В 96-м году есть факт. Закон был. До этих пор, на этом, здесь уже люди пользовались газом. В 95-м году. Значит, чтобы стать статус земель отгонного животного отства, значит, должна была комиссия обследовать эту территорию. Оно в каком состоянии? Все эти годы местные жители писали обращение с просьбой помочь во всевозможные инстанции. Однако, ВОЗ и ныне там. И вопрос, село мы или не село, харибцы задают себе и другим до сих пор. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хариб. Продолжение следует...